Количество заболевших коронавирусом в Карелии растёт ежедневно. Медики утверждают, тотальная самоизоляция не спасёт от четвёртой волны коронавируса лишь вакцинация. Вот хотите моё мнение? Тотальная вакцинация – единственный выход. Не придумала человечество, у нас никакого другого способа управлять активно инфекцией, кроме как иммунопрофилактик. Это самый доступный и самый на сегодняшний момент эффективно обоснованный и оправданный метод. Статистика на сегодняшний день, которую представил на своей странице министр здравоохранения Михаил Охлопков, выглядит удручающе. За сутки выявлено 256 новых случаев коронавирусной инфекции. 252 пациента не были привиты. Среди заболевших 64 ребёнка. В настоящий момент в ковидных стационарах находится 900 человек. 48 из них в тяжёлом состоянии. Кроме того, медики подтвердили смерть от коронавируса ещё четырёх пациентов. Так, общее количество жертв пандемии в Карелии на сегодняшний день составляет 899 человек. Вот у нас самый маленький ребёнок сейчас год и два, а до этого было несколько месяцев ребёнку. А самый старый пациент в инфекционной больнице, женщина 102 года. В некоторых случаях даже дети и молодые пациенты болеют более агрессивно. Почему? Потому что быстрый ответ, избыточный иммунный ответ, хороший иммунитет. Вот где бы во благо иммунитету работать. И здесь вот особенность этой инфекции, он будет работать против тебя. На пресс-конференции журналистам рассказали и о мутации вируса. Вдвое чаще стали болеть беременные женщины. В этом году количество тяжёлых случаев коронавирусной инфекции у беременных женщин, их вообще уже 15 на сегодняшний день. То есть тяжело переболели 15 женщин у нас в республике. При этом у семи женщин мы проводили искусственную вентиляцию лёгких. В трёх случаях проводилось ЭКМО. К сожалению, одна пациентка погибла. Тем временем в Минеке Карелии предупредили о возможном введении QR-кодов из-за сложной эпид-обстановки. В ближайшее время оперативный штаб будет вынужден предложить главе республики ввести дополнительные ограничения.